Всем привет! Это программа в курсе дела. Все самое интересное и актуальное из мира охоты и рыбалки. Меня зовут Андрей Седоплатов и ближайшие 13 минут я проведу вместе с вами. Смотрите сегодня. Пожарная тревога. В лесах России от огня погибли уже тысячи животных. Национальное богатство. В водоемы Подмосковья выпустят миллион мальков-стерляди. С удочкой по городу. Курганские рыбаки открыли свои секреты стритфишинга. Об этом и не только прямо сейчас. В Московской области стало больше стерляди. Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбохозяйства выпустил в АКУ более 30 тысяч мальков. Это лишь незначительная часть от объема зарыбления, намеченного на 2019 год. В 2019 году филиал по пресноводному рыбному хозяйству в Непрах планируют выпустить более 1 миллиона экземпляров стерляди в водный объект рыбохозяйственного значения на территории Волжско-Каспийского бассейна. Зарыбление будет происходить поэтапно в течение 2, 3 и 4 кварталов. Объемы зарыбления постоянно увеличиваются. Прежде всего за счет программ господдержки и компенсационных мероприятий. В Курганской области водоемы зарыбляют в основном сеговыми видами и карпом. Последнего ловят прямо в центре города. Излюбленное место рыбаков – река Табол. Секретами удачного стритфишинга в Зауралье готов поделиться Алексей Вяткин. Деревья, поющие птицы и рыбаки – это набережная в центре Кургана. И хотя рядом кипит городская жизнь, здесь ее почти не замечают. За лещом и карасем сюда каждый день приходят десятки людей. А кто-то даже решается на ловлю судака и щуки. В городе, не знаю, наверное, щуку, наверное, 3 килограмма. Не сильно далеко, получается, от Кургана на 11-200 поймал. Вот у меня была сегодня возможность ближе с городом. Я вот вышел с городом. А суббота и воскресенье, конечно, уезжаем, допустим, по областям. Владислав Кирьянов взял с собой две снасти. Правда, еще ничего не поймал. Рыбак впервые вышел со спиннингом в центр города и пока осваивается. Вся надежда на вечернюю зорьку и собственный опыт. Червь плюс опарыш, насадка, прикормка, клубника. И пытаюсь вот на вовле, вовле, резину бросать на спиннинг. Бывалые курганские рыбаки говорят, что ловы в этом году меньше, чем обычно. Главная водная артерия города обмелела. Причем настолько, что в центре реки образовались островки. И это уже серьезный повод бить тревогу экологам. Лещ, я всегда был. То есть от кило до полутора, до двух ловили. Сейчас тоже обрезал. Нет. Почему? Не знаю. Ну, скорее всего, что нет воды. Но Александр Фокин считает, что трофеи в Тоболе есть. Ловить надо уметь. У начинающего рыбака свои секреты. Прикормку, например, он готовит самостоятельно. Ставлю воду, она закипает. Скидываю туда пшенку, манку, перловку, ячневую кашу. И все, она варится, потом она остывает. Добавляю ванилин, туда иду на рыбалку. Кто-то верит в свои силы, кто-то нет. Но вернуться домой с хорошим уловом из кургана можно, ведь в Тоболе обитает около 30 видов рыб. Это значит, что нужно лишь правильно выбрать снасть и приманку. К другим темам. В России продолжают бушевать лесные пожары. Огонь оставил без жилья сотни людей и убил тысячи животных. Режим чрезвычайной ситуации введен сразу в нескольких регионах страны. По данным авиалесохраны, в тушении пожаров участвует 3,5 тысячи человек, 675 единиц техники, десятки самолетов и вертолетов. В Якутии по состоянию на 20 июня проводится работа по тушению в 8 лесных пожарах. На общей площади 690 гектаров, из них локализовано 2 пожара. На площади 355 гектар. На тушении данных пожаров задействовано 64 работника пожарно-химических станций, 27 работников парашютно-пожарной службы, 5 работников лесничек, 197 работников десантно-пожарной службы и 42 работника из местного населения, а также 24 единицы автотранспорта. Однако почти в каждом регионе, как сообщает Россельхоз, людей и техники не хватает. В Курганской области уничтожено огнем и повреждены сотни строений. О том, как идет борьба с лесными пожарами, узнаете из интервью. Семь пожаров в лесном фонде у нас произошли отгроз. Все остальные пожары – это предмет жизнедеятельности, будем говорить так, человека. Значит, это нарушение правил пожарной безопасности, правил противопожарного режима и так далее. К сожалению, по сути дела, причины одни и те же, из года в год. Значит, все зависит от тех погодных условий, которые у нас в этот год или в иной год. Нынче были хуже, да, с точки зрения пожарной безопасности. В прошлом году получше. Но причины практически все одни и те же, из года в год остаются. Однако, в принципе, работа ведется к тому, чтобы эти причины устранить в большей степени. Значит, ну, не всегда это, видимо, получается. Ну, в первую очередь, я считаю, что это связано с каким-то правовым нигилизмом многих жителей, ну, не многих, а части жителей Курганской области в данном случае. Значит, отрицание норм и правил в силу какой-либо сиюминутной выгоды, как, например, выжигание территорий от сухой травянистой растительности, что запрещено. Вот это приводит к пожарам, в том числе и в лесах. Должен сказать, что более 60% пожаров в леса пришло с других территорий. Ну, как правило, эта проблема очень такая большая, чтобы найти, и надо поймать человека за руку, чтобы привлечь его к ответственности. Санкции предусмотрены административным правом, уголовным правом, достаточно серьезные, ну, начиная там для физического лица от штрафа и до заключения. То есть, как говорится, уголовно наказуемые вещи тоже присутствуют от 4 до 10 лет лишения свободы, может быть. Это, если поджоги. Хочу сказать, что, в принципе, по административной практике у нас достаточно серьезное внимание уделяется инспекторами лесной охраны. В текущем году, вот с начала пожароопасного сезона, привлечено к ответственности на 300 тысяч рублей по 20 случаях. Сейчас в проработке находятся факты, мы будем говорить, того, когда пожар пришел в ценных территориях в результате противоправных действий отдельных лиц. Всего с начала сезона 196 пожаров, площадь 16 тысяч гектаров. Эта площадь по сравнению с предыдущими годами и с прошлым годом с аналогичным периодом значительная, по сути дела, в два раза больше, чем в прошлом году было, по количеству случаев меньше. То есть, неоднозначные вещи, и в первую очередь, они были связаны, распространение на больших площадях, на больших площадях, связано с погодными условиями. По животным, да, конечно, флора и фауна, она подвержены влиянию лесных пожаров, это безусловно. Однако в компетенцию органов лесного хозяйства, по сути дела, не входит учет, допустим, погибших животных, либо погибших краснокнижных растений и так далее. То есть, мы такого не ведем. Однако, по разговорам, да, по информации от наших людей, мы знаем, что иногда эти случаи имеют место, когда животные гибнут, но в большей степени информация проходит такая, что животное, чувство самосохранения у них выше, чем у человека. И они уходят просто с мест пожаров заблаговременно. А вот у человека это чувство самосохранения, к сожалению, плохое. Почему? Потому что он позволяет себе нарушать правила пожарной безопасности, в результате которых происходит у нас. Такие у нас неблагополучные вещи. Ну, работа с лесными пожарами у нас поставлена на принципах обнаружения, предупреждения обнаружения, естественно, тушения. Тогда, когда ситуация переходит в разряд чрезвычайных, всеми планами предусмотрено задействие Федерального резерва, межрегиональное маневрирование с другими субъектами Российской Федерации. И это дело используется, и использовалось в текущем году в том числе. И последнее. До 19-го Кубка телеканала Охотник и Рыболов остается меньше двух недель. Уже во второй раз турнир пройдет в городе Кириллове, Вологодской области. Это место выбрано не случайно. Сиверское озеро привлекает рыбаков со всей страны. Чем запомнился прошлый фестиваль, расскажут мои коллеги. Ровно в 10 утра был дан старт соревнованиям по ловле по плавочной и донной удочками. Любители Федера собрались прямо у стен древнего монастыря. Стать лидером хотел каждый, но для успеха важна была командная работа. У каждого спортсмена есть и тренер, и наставники, и группа поддержки. А мы для своего рыбака. И наставники, и тренеры, и группа поддержки. Мы – одна семья. Больше всего участников собрал турнир по спиннингу. Здесь каждый спортсмен использовал свой уникальный метод. Ближе к середине турнира у команд в садках, как правило, уже были трофеи. Так вот поймали их. Челеночка поймали на это, заселкнула на это. И пару опыков на это. Ну что, рыбалка трудовая. Как говорится, рыбалка трудовая на это. Даже когда и не клюет, все равно трудно на это. Когда клюет, тоже трудно. Часто надо вытаскивать. Рядом со взрослыми соревновались дети. Их турнир проходил по особым правилам. Павел Сазонов из своих 13 лет увлекается рыбалкой 6. Половину жизни. Мальчик не понимает сверстников, сидящих часами перед мониторами. Тут сложная, все отдыхаешь. Глаза не болят. Откомпьютер. Для болельщиков и гостей праздника работали развлекательные площадки. Девять команд сразились в турнире по приготовлению ухи на открытом воздухе. Самую вкусную, конечно же, выбрали гости кубка. Именно они дегустировали рыбацкий суп и голосовали за понравившийся. На этом наш выпуск подошел к концу. Пишите на электронную почту в курсе собака1tvc.ru Заходите на сайт oirtv.ru С вами был Андрей Седоплатов. Увидимся через две недели. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!